Девушки отдыхают В конечном счете мы все ищем этой стабильности, прочности нашего существования. Медицина воюет с болезнями для того, чтобы продлить жизнь человека. Строитель строит дом, чтобы в нем хорошо жилось. Человечество хочет жить хорошо. На днях слушал телевизор, выступал комментатор, читал письма от телезрителей. Каждое второе письмо о дружбе, о мире, о человечестве. В общем, так. Человечество, очевидно, сегодня начинает понимать, что, пожалуй, сегодня, как никогда, нет ничего важнее стабильности и прочности. Вот. Да. Жить лучше стало. Тридцать лет войны не было. Правда, вот так живешь, живешь, видишь, перемены, ростки будущего, потом приглядишься, да какие там ростки. Целая роща выросла, как будто всегда тут стояла. Пойдем, пора домой. Да, правда. Да, рано еще. Посидите еще, ну, немножечко еще. Дочь! До свидания. Ты идешь? Нет, пап, я останусь. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Никита Владимирович, я вам хочу задать один вопрос. Так, вот можете вы представить, что все вокруг нас, все человечество, весь мир, наша земля, мы сами, наши дома, это один огромный живой организм. Ну, как мы с вами, как человек. Можете представить? Ну, представляю. Тогда вы чем бы хотели быть в этом организме? Да, не знаю, я как-то не задумывалась. А ты? Я? Ну, капелька крови. Кем? Ну, маленьким-маленьким кровяным шариком. Потому что... Потому что... Когда мы все вместе, нас много, а по отдельности нас никто в счет не берет. Но ведь каждый из нас разносит кислород по всему организму. Ну, и в сердце, и в голову, и в кости. И без нас жизнь невозможна. А если... Если мы свернемся, то просто организм погибнет. Ну, дай бог, ты уже не сворачивайся, ладно? Ну-ка, дай мне твою щеку. Теперь вторую. Так. Теперь третью. Ты мне друг, ясно? Ясно. Ничего тебе не ясно. Сегодня повседневная жизнь, это и есть героическая жизнь. Практика показала, что выдержать длительное напряжение трудней, чем рывок. Мы строим огромное будущее здания нового мира. И стройка эта, выдержка, мастерская работа, повседневное мужество, повседневный гуманизм, повседневная человечность. Вот это и есть сегодня крупный характер. Характер, решающий социальные проблемы. Решающий, а не болтающий о них. Девчонки, вы что-нибудь поняли, а? Угу. Никита Владимирович, ну, еще один вопрос. Вот некоторые говорят, что мы все великие люди. А другие утверждают, что мы все маленькие люди. Обыкновенные, что наша жизнь неинтересна, пуста. Ну, ходим на работу, водим детей в ясли, приходим, сидим у телевизора. Ну, неинтересно. Обыкновенно, понимаете? А кто же прав? Ну, я так думаю, что для маленьких людей мы маленькие люди, а для больших, большие. Это с какой колокольни смотреть? Папка. А? Вот если бы можно было бы крикнуть им. Кому? Ну, кому? Жителям. Что? Что? Самое чрезвычайное сообщение за всю историю человечества. Завтра начинается обычный рабочий день. Дети песни поют, нарушают покой, бабки с внуками книжки читают. Время мчится рекой, Время машет рукой, Время мчатся, Да кто их считает? Будет нас по утрам Молодые мечты, Молодые мечты, Чтоб спросить, Как живем мы на свете. Здравствуй, здравствуй, Ну, как ты? В порядке. А ты? Как работа? Нормально. А дети? Вереницей годов Убегают назад, Грохот кушек Все тише и тише, Только в старых альбомах Все те же глаза, Не вернувшихся С боя мальчишек. Эй, потомки, послушайте Нашу мечту, Не листайте так быстро, Страницы. Не хотели стоять На последнем посту Часовыми Последней границей, Чтоб не треск автоматов, А крик соловьев, Чтоб стонало весеннее вьюга, Чтоб сердце томилось Твое и мое От желания Постигнуть друг друга Дети песни поют, Нарушают покои, Бабки с внуками Книжки читают. Время мчится рекой, Время машет рукой, Годы мчатся, Да кто их считает? Да тебя не тороп Incredible galner спас, Редактор субтитров. Привет voir Пасяssä Ну а теперь Время мчатся, Пасясь к Время логика Время мчатся,